В сегодняшнем видео 10 простых советов, которые вы можете выполнить практически сейчас же. Они сделают вас привлекательнее, располагающими к себе, и вы можете применить их сегодня. Первый совет. Я хочу, чтобы вы думали о хорошем. Я хочу, чтобы вы были благодарны. Я хочу, чтобы вы были оптимистом. Потому что позитивные люди кажутся более привлекательными. И для этого достаточно щелкнуть пальцами. Понимаю, иногда это сложно, но вот в чем дело. Вы становитесь привлекательнее не только для противоположного пола, но и в общем для остальных людей. Когда вы на позитивной ноте, практикуйте позитив, скажем, одну минуту. Затем вы сможете две, может быть пять, двадцать пять минут. Но в любом случае вы уже будете чувствовать себя лучше. И это ведет ко второму совету, когда лучше себя чувствуете, вы выпрямляете спину. Вы становитесь выше на глазах. Вы начинаете вести себя с большей уверенностью. Вы становитесь позитивнее, и люди воспринимают язык тела. У некоторых из вас есть привычка смотреть вниз. Поднимите глаза, распрямите плечи, и ходите так, будто вам есть, что дать миру. Вы знаете, кто вы, и чего вы придерживаетесь. Следующее, друзья. Я хочу, чтобы вы улыбались. Причем, естественно. Вы уже думаете о хорошем, стоите ровно. И когда видите кого-то, практикуйте улыбку. И вы обнаружите, когда вы улыбаетесь людям, люди улыбаются вам в ответ. Из-за этого вам станет лучше, и на выходе вы будете еще привлекательнее. Было проведено исследование, где сравнивали одних и тех же людей. Когда они улыбались и не улыбались. И большинство людей обоих полов определили улыбающихся как более привлекательных. Следующий совет легко улучшит ваш стиль. Друзья, попробуйте что-то новое. Возможно, большой шаг для многих из вас, но попробуйте из чего-то малого. Следующие, господа, примите душ. Я знаю, что вы думаете. О, капитан Очевидность, может что-то новенькое. Но вот в чем дело. Пара вещей, о которых вы, возможно, не знали. Первое. Начните с холодной воды. Это ускорит ваше дыхание. Также было обнаружено, что холодный душ повышает тестостерон. И даже может укрепить вашу иммунную систему. Второе, что очень интересно, вам следует принять душ в тот момент, когда вам кажется, что вы неприятно пахнете. Даже если вы общаетесь с кем-то по видеосвязи, вы можете подумать, разве это важно? Исследования показывают, что люди, которым кажется, что они пахнут, становятся менее уверенными. Освежитесь, потому что это отражается на вашей уверенности. Итак, мы определились, что вы не должны плохо пахнуть, но что насчет хорошо пахнуть? Друзья, у 80% мужчин нет личного аромата. Они не пользуются парфюмом на регулярной основе. Они не выработали ассоциацию парфюма с чувством уверенности. Как найти личный аромат? Проблема большинства мужчин в том, что они позволяют женщинам выбирать им духи. Не делайте так. Вы должны сами наносить его на себя и определять, что вам нравится. Люди будут делать вам комплименты не только за внешний вид. Когда они подойдут к вам, им понравится, как вы пахнете. А вам станет лучше. Следующие, господа, тренируйтесь. Идите в тренажерный зал качаться, выйдите на пробежку. Я знаю, капитан очевидность, если сбросить 30 килограмм жира и набрать 20 килограмм мышц, конечно, я буду привлекательнее. Я говорю не об этом. Я говорю о психологии. Просто сходите и потренируйтесь раз. Конечно, вы должны делать это постоянно. Нужно сбросить вес, нарастить мышцы. Почувствуйте, как эндорфин растекается по вашему телу. Видите, как все взаимосвязано. Вы будете себя лучше чувствовать и выглядеть лучше. Далее, господа, заправьте свою рубашку. Просто посмотрите, как она смотрится. Многие из вас заправляют рубашку, но при этом неправильно. Вы когда-нибудь видели военную заправку? Такая рубашка будет лучше держать форму, а также сделает вас стройнее. Научитесь правильно заправлять рубашку, и это улучшит ваш образ. Далее, знайте имя своего портного. Все, что вы носите, должно хорошо на вас сидеть. Посадка вещи самое главное, я уже говорил об этом сотню раз на моем канале. Но многие парни просто пропускают это. Всю одежду нужно относить к портному. Вы обнаружите, что ваши инвестиции вернутся в большем размере, чем вы отдали портному, чтобы улучшить рубашку. Укоротить рукава на пиджаке, подшить брюки. И надев все эти вещи, вы будете выглядеть на миллион баксов. Вы будете чувствовать себя лучше, выглядеть уверенно и получать комплименты, чтобы вы стали мужчиной, каким вы хотите быть. Следующий совет, измените своему парикмахеру. Потому что вы ходите к нему уже два года, пять, десять, пятнадцать лет. Наведайтесь к парикмахеру на другом конце города. Попросите его постричь вас немного иначе. Позвольте ему проявить фантазию только без экстрима. Чтобы вы смогли вернуться к своей старой прическе. Но вдруг у него получится, что вам понравилось. Вау, я даже не узнаю этого парня в зеркале. И я обожаю эту прическу. Поверьте, вы получите комплименты, потому что люди заметят изменения, и вам станет лучше.